Доказательство A или R, точнее, план отвода доказательства написано на доске. Три леммы. Первое. Если сумма квадратов делится на простое число, которое является суммой квадратов, то частная тоже сумма квадратов. Лемма вторая. Всякое натуральное число M, являющееся делителем суммы квадратов взаимно простых чисел, тоже является суммой двух квадратов. И лемма третья. Если есть простое число, то есть пара натуральных чисел, сумма квадратов которых делится на это самое простое число. Ну, давайте посмотрим, что мы из этого знаем, а что нет. Лемма третья мы знаем. Ну, у нас было такое число. 2N в квадрате плюс 1 делилось на b. Но Эйлер доказывал Лемму 3 совсем другую. То есть я сейчас стираю наше соображение и расскажу потом, как это делал Эйлер. Ну, это, что называется, и для нас имеет только исторический интерес, потому что это мы знаем. Теперь Лемма 1 и Лемма 2. Откуда они взялись? Давайте я зачитаю фразу, точнее не фразу, а письмо Ферма. Почему это теоремой называют? Теорема Ферма. Ферма писал. Если бы выбранное простое число, которое на единицу больше некоторого числа, делящегося на 4, не было суммой квадратов, то существовало бы простое число такой же природы, меньшее заданного. А затем еще и третье и так далее, бесконечно убывая до тех пор, пока не будет достигнуто простое число 5, которое является наименьшим из всех чисел такой природы. Отсюда следовало бы, что 5 не является суммой двух квадратов, что не соответствует действительности. Отсюда, сведением к абсургу, следует заключить, что все числа такой природы являются суммами двух квадратов. Вот, лемма-1 и лемма-2, это точное математическое воплощение вот этого плана Ферма. Ну, просто во времена Ферма еще формулы толком не умели писать. Понимаете, что Ферма эти как-то жили примерно в одно время, а лгоприлическая символика тогда только-только возникала. Вот, поэтому, когда сумма квадратов, прям так и писали словами сумма квадратов и так далее. Ну, что, давайте думать. Вообще-то, лемму-1 мы только что разбирали. Помните, когда я вам рассказывал про одно простое число, которое предстоит двумя способами в виде суммы квадратов? Так вот, ровно то же самое нужно сделать сейчас. Смотрите, а квадрат плюс b квадрат делится на b. Замечательно. Давайте возьмем такое выражение. А умножить на r минус b умножить на s и а r плюс b s. Ну, понимаете, что это а в квадрате, r в квадрате, минус b в квадрате, s в квадрате. Но, по модулю b, а в квадрате это то же самое, что минус b в квадрате, а s в квадрате то же самое, что минус r в квадрате. Поэтому я так пишу. а квадрат, r в квадрат, минус b вместо b в квадрат, пишу минус а квадрат, вместо s в квадрат, пишу минус r в квадрате. Получается ноль. Значит, одно из этих двух чисел делится на b. Ну, пусть, например, пусть, например, а r минус b s делится на b. В таком случае произведение а в квадрате плюс b в квадрате умножить на s в квадрате плюс r в квадрате можно записать так. а r минус b s в квадрате плюс а s плюс b r в квадрате. Было такое, пожалуйста. Просто если раскрыть все скобки, то минус 2 a r b s и вот здесь минус 2 а s плюс 2 а s b r вот они исчезнут. А здесь будет a квадрат, r квадрат b квадрат s квадрат а квадрат s квадрат b квадрат b квадрат s Это как раз и есть произведение. Отлично. А теперь смотрите. Это делится на b. Это делится на b. a r минус b s делится на b. Значит, вот это все делится на f квадрат. Значит, s делится на b квадрат. Значит, мы можем разделить это равенство на b квадрат. В таком случае получится, что a квадрат плюс b квадрат разделить на b. a квадрат плюс b квадрат разделить на b. Это будет АР минус БС разделить на П в квадрате, плюс АС плюс БР разделить на П, и это в квадрате. Получилось? Просили доказать, что А квадрат плюс Б, который разделить на П, сумма квадрата. Вот сумма квадрата. Отлично. Лемма один. Так, что будет, если делилось не вот это выражение, а это? Понятно, что будет. Надо было здесь написать тогда плюс, а здесь минус. Тогда вот это с минусом делилось, а значит, и плюс-минусом делилось, и все это получилось. Ну, вот это такая легкая часть доказательства. Теперь лемма два. Это и есть тот самый бесконечный спуск. Вообще, Пьер Фирма, высшим открытием своих в теории чисел, считал, что он изобрел метод бесконечного спуска. Ну, метод бесконечного спуска, по большому счету, то же самое, что метод математической индукции. То есть, когда предполагаем, что есть что-то плохое, доказываем, что в таком случае есть еще меньшее плохое, и так далее, и так далее. Но поскольку совсем маленького не бывает, то мы все получили. Бесконечный спуск. И вот давайте мы сейчас этот самый бесконечный спуск аккуратно проведем. Смотрите, что здесь написано. У нас есть наибольший, в общем, делите, равенному царю. Число А квадрат плюс Б квадрат делится на какое-то там число М. Так? Чтобы делать спуск, я сейчас числа А и Б разделю с остатком на М. Что в таком случае, пусть А, это сколько-то там, Х, сколько-то там, М, Х плюс Альфа. Б, это М, У плюс Б. При этом очевидно, что Альфа квадрат плюс Б квадрат это А минус Альфа квадрат. А минус М в квадрате, Б минус М в квадрате делится на М. Очевидно? Очевидно. Только проблема. Эти числа уже не обязательно являются взаимопростыми. потому что запуском может быть, что после того, как мы определили, здесь все-таки возник какой-то общий множитель. Но, обратите внимание, общий множитель, конечно, мог возникнуть. Но это не может быть множитель числа М. Потому что если Альфа, Бета и М делятся на какое-то число, то в таком случае и А, и Б будут делиться на него. Значит, хотя и М мог возникнуть общий множитель, но он ни при чем. Давайте так и делаем. Наибольший общий делитель Альфа и Бета обозначим на М и Гамма. И вынесем его. И получится, что Альфа, деленная на Гамма в квадрате, плюс Бета, деленная на Гамма в квадрате, делится на М. Обратите внимание, Альфа меньше М, Бета меньше М. Ой, а у меня проблема. Я сейчас хочу сказать, что эта сумма квадратов меньше, чем М квадрат. А не могу. Но, если бы я чуть-чуть в этом месте повел бы себя умнее, то смог бы. Я разрешу числу Альфа быть отрицательным. Если вдруг остаток получается, скажем, М-3, то я напишу здесь единичку прибавлю и напишу М-3. Могу? Могу. То есть Альфа будет больше, чем М-3. И Бета то же самое. Между прочим, это вполне разумная идея. Очень часто не нужны большие остатки. А вместо больших остатков имеет смысл взять Б- этот остаток. Точнее, этот остаток минус Б. Отрицательный число. И все остаток минус Б, это не больше, чем М-3 в квадрате. И это не больше, чем М-3 в квадрате. Ну, если разделичная гамма станет еще меньше, и если то гамма не равно единице. И вот эта самая сумма квадратов не больше, чем М-2 в квадрате, плюс М-2 в квадрате. То есть не больше, чем М-2 в квадрате делить на 2. Мне не так важно, что она не больше, чем М-2 в квадрате. И значит, я получаю такое равенство, где число К меньше, чем число М. Понятно? Это и есть бесконечный спуск. Спуск приношел. Раньше число М было делителем суммы квадратов. А теперь возникло еще число К, которое меньше, чем М. М, которое является делителем суммы квадратов, причем это самые квадраты по-прежнему взаимопростых чисел. Все хорошо. И мы утверждаем, что в таком случае К – это сумма двух квадратов. Полегно. К меньше, чем М. Для маленьких чисел мы считаем, что все знаем. Все понятно. Значит, вот это самое число К – это сумма двух квадратов. Но, конечно, более того, каждый простой множитель числа К – это сумма двух квадратов. Ну, потому что любое простое множитель числа К – это делителем этой суммы. Замечательно. А теперь вспоминаем, причем это, как мы делаем, что так было написано. Если сумма квадратов делится на какую-то сумму квадратов, являющуюся простым числом, то частная тоже сумма квадратов, применяемая для множительства К – разложили на простые множители. Поскольку К – меньше М, то можно считать, что лемма верна для этого числа. Значит, каждая из них – это сумма квадратов. Понятно? И по первой времени много раз так переходим, 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 и все получается. Ну, и теперь давайте подвечиваем. То есть, нам, ну, мы ее уже знаем, на самом деле, но все-таки для очистки совести давайте подведемся с третьей лембой. Вот я имею в виду Вильсона, ну, вот это знание. Это первое доказательство. Так выглядит доказательство Эйфера. Вот это был Вильсон. Рассмотрим числа. 1, 2 и так далее, 4n. Я напоминаю, в В, 4n, 0. По малой теореме Ферма, они все дают остаток 1 при делении на П. Потому что 4n как раз есть по минус 1. В по минус первой степени, не нулевой остаток дает всегда 1. Малая теорема Ферма. Так? Значит, они все равны 1. Но значит, когда мы берем разность соседних чисел, а плюс 1 в степени 4n и а в степени 4n, то это обязательно делится на П. Хорошо? Эта разность по школьной формуле, это есть сумма 2n степеней, умноженная на разность 2n степеней. Мы помним, что вот это делилось на П. Значит, один из этих множителей должен делиться на П. Если хотя бы одна такая скобка делится на П, то все хорошо. Вот есть сумма квадратов, делящаяся на П. Собственно, вот это и есть третья лима, да? Нас просят доказать, что существует сумма квадратов. Понятно? Содержание, третья лима понятна? Если есть простое число, дающее остаток 1 при делении на 4, то оно является делителем суммы квадратов инфраторов числа. Ой, я здесь, конечно, забуду написать, что x не делится на П и y не делится на П, оно как принято, что понятно. Потому что 0 плюс 0, конечно, не делится на П, но это не делится. Малая теорема фирма, мы ее, правда, не доказали еще, но, тем не менее, утверждает, что если А не делится на П, то А в П минус 1 дает остаток 1 при делении на П. В П минус 1 дать 4 А. Так? Мы выписываем все нулевые остатки отделения на П. 1, 2, 3 и так далее, 4. Каждый из них возводим в степень П минус 1. По малой теореме фирма, остаток везде будет равен единице. Понятно? 4, n – это П минус 1. Значит, разность соседних от 1 минус 1 будет делиться на П. Но есть формула разных квадратов как произведение суммы чисел их разности. Если это делилось, то один из множителей должен делиться. Вот дальше два варианта. Либо Какая-нибудь такая скобка разделится. И в таком случае уже все. Сумма квадратов разделилась на П. Либо же никогда не разделится. Но тогда все такие скобки должны делиться. Смотрите, если у нас можно здесь везде вместо 4, написать 2, n – 2, n – и все время разно будет делиться. То получается, что можно написать здесь везде 2, n – и все равно остаток будет 1 предельный на П. Но это не бывает, потому что уравнение степени 2, n – не может иметь 4, n – корней. Вот когда у нас есть квадратное уравнение, у него максимум 2 корней. Уравнение пятой степени – максимум 5 корней. Если у нас получается, что а в степени 2, n – сравнимо с единицей, и вместо а можно подставлять в любое число от 1 до 4, n, то слишком много корней. 4n больше, чем 2n. Понятно? Ну, все, вообще-то. Вот так Эрик доказал третью лему.